Ирина Алферова по праву считается одной из первых красавиц нашего кино. Секреты красоты от Алферовой просты. Не отказывать себе ни в чем, не насиловать организм и жить в гармонии с миром и духовными законами. Любовь в восхищении мужа заставляет любую женщину цвести. Сергей Мартынов, третий муж Алферовой, просто обожает свою жену. Внимание супруга к своей любимой нельзя заменить никакими косметическими средствами, пластическими операциями или дорогими нарядами. Слова любимого человека могут пробудить уверенность в себе и своей внешности, считает актриса. Вот что она говорит о своей семейной жизни. Мы 26 лет вместе и порой даже никуда не хотим ходить. Нам вдвоем лучше. Обязательно в семейной жизни должны быть компромиссы, но в главном их не должно быть. У каждого должна быть своя личная территория, интересы, время. Надо понимать чувства друг друга. Я абсолютно самостоятельный кот и муж тоже. Мы же оценим личное пространство друг друга. Обязательно надо отпускать мужчин, чтобы у них была своя жизнь. Мужчина – это прежде всего личность. Алферова о возрасте. Знаменитость считает, что не нужно питать иллюзии по поводу старости. Она в любом случае придет и от нее никуда не деться. По словам Ирины Ивановны, перед встречей с глубокими морщинами нужно накопить мужество и обзавестись семьей, детьми, внуками. Я не чувствую себя женщиной без возраста. Я бабушка, у меня много внуков, и они меня называют бабушка. Ненавижу, когда женщины просят внуков и детей называть себя Катями, Машами. Я считаю, что у человека должна быть мама, бабушка, дедушка. А возраст? Здесь я, к сожалению, не вижу выхода. По ее словам, борьба за вечную молодость заранее обречена на провал. Алфюрова считает совершенно нецелесообразным тратить огромные суммы на брендовые вещи, которые уже через месяц выйдут из моды. Актриса спокойно покупает удобную, практичную одежду на распродажах. Актриса своим примером доказывает, способность радоваться жизни не зависит от возраста и постоянно осваивает новые иностранные языки, технические вещи. Вот что она говорит по этому поводу. Это природная, жизнь она тяжелая. Все время что-нибудь подкидывает. Если этому поддаваться, будет вообще ужас. Я понемножку мечтательница. Считаю, что реальная жизнь, она как раз вся в мечтах. А почему нет? Ну не получилось сегодня, ну и что? Зато завтра будет хорошо. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал Цвет настроения. И до новых встреч! До новых встреч!